Здравствуйте, это программа Город Айси, я Елена Черневская. Сегодня напомним автомобилистам о том, что управление транспортным средством требует полной сосредоточенности. Необходимо двигаться с соблюдением правил дорожного движения, оценивая метеорологические условия и состояние дорожного покрытия, не допускать опасных маневров и рискованных выездов на встречные полосы. На эту и другие темы говорю сегодня с гостем студии, начальник отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре, майором полиции Александром Игоревичем Чугуновым. Здравствуйте. Добрый день. Ну что же, первый вопрос, наверное, давайте поговорим о динамике все-таки аварийности на территории нашего города Самара за последние годы. Увеличилась ли она, уменьшилась или на ровных показателях? Да, вопрос актуальный и вопрос беспокоящий и нас, как госавтоинспекцию, потому что основная задача все-таки госавтоинспекции, как и органов власти, это сохранение жизни и здоровья наших граждан, в частности, в процессе дорожного движения. Что касается динамики аварийности, то она положительная по сравнению с 2018 годом. У нас ежегодно наблюдается снижение аварийности. Достигается она путем реализации целого комплекса мероприятий. Это как и меры профилактики со стороны Государственной инспекции безопасности движения, так и инженерные мероприятия, реализуемые владельцами автомобильных дорог в целях изменения организации движения на отдельных участках, введения каких-либо ограничений, изменения режимов работы светофоров. Наверное, больше вот мы затронем тему именно реализации инженерных мероприятий, потому что автолюбителей интересуют эти вопросы. Мы видим из обращений гражданам наш адрес, который поступает, в связи с чем те или иные мероприятия. Где-то стало, может быть, менее удобно проезжать какие-то участки дорог, но, опять же, все это связано с необходимостью повышения безопасности. Поэтому, если в цифрах привести статистику, то в 2018 году на территории города Самары было зарегистрировано 1404 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Мы будем говорить сегодня о дорожно-транспортных происшествиях, именно которые входят в статистическую отчетность. Это те, которые повлекли причинение вреда здоровью или смерть. По состоянию на конец 2020 года, то есть за 2020 год, количество дорожно-транспортных происшествий составило 1173. То есть снижение, оно довольно-таки существенное. Также отметим снижение смертности. Если в 2017 году у нас было 68 человек погибших в дорожно-транспортных происшествиях за год, то по итогам 2020 года количество скатилось до 42. Конечно, как бы цинично не звучало, это статистика цифры, но тем не менее. Можно отметить в целом тенденцию к совершенствованию организации движения. Это строительство разделительных полос, строительство ограждений по оси проезжей части, исключающих практически выезд на полустречного движения, где тяжесть последствий в таких дорожно-транспортных происшествиях высокая. Это повышение безопасности пешеходных переходов, оборудование их современными дорожными знаками, светофорами, разметкой. Сейчас буквально, наверное, с прошлого года пошла такая динамика, когда мы начали предлагать обустраивать пешеходные переходы, приподнятые, скажем так, пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями совмещенными. Администрация эту идею поддержала. Сейчас, наверное, автолюбители заметили, очень много появилось этих неровностей, и в дальнейшем они будут также увеличиваться, их количество, я думаю. Вы сказали слово «профилактика». Скажите, пожалуйста, а вот что входит в это понятие, и вот именно как ваша служба выполняет профилактические действия, направленные как раз на безопасность дорожного движения? Если касаться службы именно дорожной инспекции, то служба дорожной инспекции занимается контролем за состоянием уличной дорожной сети. И я выделю, наверное, два основных направления. Первое – это непосредственно сам контроль, который выражается в выявлении и фиксации недостатков транспортно-эксплуатационного состояния, таких как, ну, самое распространенное – это дефекты дорожного покрытия, выбоины, просадки. Это отсутствие горизонтальной дорожной разметки, отсутствие ограждения в необходимых местах, также нарушения при организации пешеходных переходов. Там применяются меры в виде штрафных санкций к владельцам автомобильных дорог и выдачи предписаний, обязательных для исполнения. Реакция на них должна есть, и недостатки устраняются. Это вот одно из направлений. Второе направление – это проводимый анализ как раз-таки аварийности за отдельный период, например, за год проводится анализ аварийности. Там, где зарегистрировано два и более ДТП одного вида, мы считаем это место уже опасным. И место концентрации ДТП непосредственно образуется при совершении трех дорожных транспортных происшествий одного вида либо пяти дорожных транспортных происшествий независимо от вида. Таким образом, мы проводим анализ. В каждом случае изучаем причины и условия возникновения ДТП, то есть механизм, откуда следовало транспортное средство, чем руководствовался водитель или пешеход. На основе этого мы делаем какие-то выводы, что необходимо сделать, может быть, в плане инженерном, что-то изменить, изменить режим работы светофора, почему водители не понимают организацию движения, как можно предотвратить. И предлагаем какие-то конкретные мероприятия инженерные на следующий год, администрации города, если мы говорим о дорогах местного значения. Надо сказать, что практически все наши предложения принимаются администрацией, закладываются на реализацию в последующие годы, и при их реализации мы видим снижение аварийности в тех или иных участках, которые мы предлагали, значит, мероприятия действительно были действенными. И вот, собственно говоря, вот в этом наша работа. Правильно ли я вас понимаю, вы сказали, Александр Игоревич, год. Ну вот, проще говоря, обычным языком. Если автомобилист ехал по дороге, попал в яму, как ему кажется, из-за этого произошло ДТП, служба приехала и зафиксировала, сколько должно случиться таких ДТП, чтобы заделали вот эту выбоину и яму. Может быть, я простым языком выражаюсь. Вопрос понятен. Да, вопрос понятен. Год, когда я говорил год, я подразумеваю мероприятия, которые требуют значительных финансовых затрат. Это не, скажем, не нарушение, не нарушение ГОСТа. Ну, светофор работает, мы предлагаем, давайте мы изменим режим работы. Он работает в пределах нормы, то есть по ГОСТу. И такие мероприятия в течение года реализуются. То есть плановые мероприятия, скажем так. Что касается выбоин, дефектов дорожного покрытия, это недостаток, это нарушение. Безусловно, выбоин не должно быть в принципе вообще. Если уже, не дай бог, у нас происходит дорожное происшествие, автомобиль попадает в выбоину, получает повреждения, то сотрудникам ДПС происходит оформление дорожного происшествия. Данные о том, что дефект дорожного покрытия присутствует, поступают в нашу службу. И, соответственно, наши службы принимают уже меры, направленные на привлечение виновных лиц, кто допустил, по чьей вине, по чему бездействию, скажем так, образовался этот дефект дорожного покрытия. Мы привлекаем к административной ответственности и выдаем предписание на устранение недостатков. Есть сроки, предусмотренные национальными стандартами, то есть они предусматриваются в зависимости от категории дорог. В среднем это 7 суток для большей части категории дорог. Но, опять же, это не значит о том, что выбоина должна быть 7 суток, и через 7 суток ее заделают. Необходимо в течение трех часов обозначить с момента того, как передан недостаток, и обслуживающая организация получила сведения об этом недостатке, в течение трех часов необходимо обозначить данный дефект дорожного покрытия с соответствующими дорожными знаками, проинформировать участников об опасности. Поэтому не скажу, что всегда это выполняется, поэтому и большая административная практика, поэтому по этим фактам есть, то есть привлекаемы к ответственности. Хочу сказать, что, конечно, это не панацея привлечения к ответственности. Нам действительно важно, чтобы этих выбоин вообще не было в принципе, не сама административная деятельность. Но без этого, к сожалению, никуда приходится и меры принимать. Но я вам скажу, есть отдельные дефекты, то есть выбоины, которые можно заделать. Я помню, вот сюжет выходил на вашем канале, это Антон Овсеенко из Советской Армии. Вот как раз предупредили мой вопрос. Я сама была личным свидетелем. Мы снимали сюжет с вашими коллегами. Выходили прямо на дорогу, замеряли ямы. Ну и буквально прошло небольшое количество времени. Я ехала миг, обратила внимание специально. Дефекты были устранены. Да, но есть, к сожалению, участки, где уже ямочный ремонт, он недейственный. Вот у нас была улица Вольская. Так. Была она и сейчас есть. Была в крайне неувлетворительном состоянии. Практически ежегодно мы принимали целый ряд мер, в том числе и привлекали к административной ответственности, и предписания выдавали, они не исполнялись. Мы и в прокуратуру информацию направляли, то есть совместными усилиями пытались заставить собственника автомобильной дороги привести в состояние, установленное нормативными требованиями. И вот ежегодно это прям такая мозоль была. Но в текущем году произведен комплексный ремонт дорожного покрытия, именно дорожного покрытия, то есть улица Вольской. Местами произведена замена бордюрного камня. В районе больницы Симашко сделали дополнительные парковочные карманы. Асфальт теперь соответствует. И наконец-то мы избавились от этой проблемы. То есть я говорю про комплексный ремонт. Там, конечно, одно выборное заделывает, появляется следующее. Там был вопрос уже времени. То есть там уже в целом асфальтовое покрытие требовалось, наверное, именно в комплексном ремонте. На какие адреса еще стоит обратить в нашем разговоре внимание сегодня? То есть где было неудовлетворительно и сейчас работы проведены, и можно ездить по этим улицам спокойно и комфортно, самое главное, безопасно? Если брать вот такие проблемные улицы, как Вольская, наверное, стоит отметить Ракитовское шоссе, на котором в текущем году также был произведен ремонт асфальтового покрытия, это проспект Кирова. Наконец-то мы увидели, что там отфрезерован участок. Правда, остался участок от Старозагора до Московского шоссе, который до сих пор имеет дефекты в виде колейности. То есть к нему не приступали к работе. Мы надеемся, в следующем году его все-таки приведут в соответствии. В настоящее время там установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения до 40 км в час, как раз в связи с наличием колейности. Но на участке от Старозагора и полностью до Заводского шоссе асфальтовое покрытие было обновлено. Также остаются, к сожалению, проблемными такие улицы, как Алматинская, Физкультурная. Это я беру крупные улицы, по которым достаточно интенсивное движение. Если улицы более маленького значения, такие как Ташкентский переулок. Достаточно много остается проблем. Но хочу отметить, что основные магистрали, на которые много лет обращали внимание, их никак не могли привезти, все-таки у нас потихоньку, промышленности улицы, кстати, начинают приводиться в нормативное состояние, приятно ездить по таким дорогам. У нас есть сюжет на эту тему, я предлагаю его посмотреть. Больше 4000 квадратных метров дороги приводят в порядок так называемыми «картами» на пятой просеке. Из-за густонаселенности микрорайона проезжая часть пользуется большим спросом и славится насыщенным трафиком, как утром, так и в течение всего дня. Работы ведутся во всех районах города. Отдельно хотим отметить тот факт, что работу выполняют в том числе и вблизи образовательных учреждений. Так, на пятой просеке выполняются работы по ремонту картами. В местах массового притяжения граждан, там, где есть образовательные учреждения, работы ведутся в приоритетном порядке. Исправить дефекты асфальтового покрытия взялись дорожники. Чтобы не усложнять дорожную ситуацию, работать выходят в ночь. Только на одном участке трудится 25 человек и порядка 15 единиц техники. Из-за большого трафика дорога очень быстро приходит в негодность, поэтому появилась необходимость в ремонте данного участка. Сейчас идет подготовка, следом идет укладка. За ночь отремонтировали 2500 квадратных метров дороги. Сначала занимаются фрезерованием, срезают разрушенный слой асфальта. Далее выставление колодцев на проектную высоту. А на третьем этапе предусмотрена укладка асфальтобетонной смеси с предварительной очисткой участка от пыли и грязи. Здесь применяют новую современную смесь асфальта А16ВН. Это один из базовых принципов нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» – использовать исключительно современные материалы. За работами ведется регулярный контроль городскими службами. Работы на объекте подходят к своему завершению. Сегодня в ночь подрядная организация планирует охватить работами финальные 2500 квадратов по основному ходу дороги. Затем отремонтируют примыкания и по современным стандартам обустроят два пешеходных перехода. Александр Игоревич, а вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто, может быть, ваша служба в том числе следит за качеством выполнения работ? То есть проблема обнаружена, зафиксирована собственнику автомобильных дорог, указание было сделано, отремонтировали участок дорог. Качество кто проверяет, ну, чтобы через какое-то время эти ямы не появились вновь? Качеством работ занимается заказчик, то есть в большинстве случаев администрации города. Государственная инспекция не контролирует качество выполненных работ, мы не ведем приемку работ по укладке асфальта, да, но мы осуществляем контроль за эксплуатационным состоянием в дальнейшем. И если по прошествии периода времени, в том числе период гарантийного срока эксплуатации автомобильной дороги, выявляются в нашей службе дефекты дорожного покрытия, ну, соответственно, во-первых, понятно, мы принимаем комплекс мер, который предусмотрен законодательством, кроме того, мы обязательно информируем прокуратуру о том, что ремонт был выполнен, гарантия еще не кончилась, а почему-то никто за этим не следит. Ну и дальше уже несколько ведомств, скажем так, подключаются к этому вопросу, но именно контроль за качеством укладки асфальта входит, наверное, все-таки в компетенцию заказчика работы, приемка осуществляется тоже им. Хорошо, давайте поговорим о ситуации с аварийностью на дорогах Самары, как обстоят дела, ну и какие цифры и примеры, конечно, можете привести. Что касается аварийности, могу сказать, что президентом Российской Федерации в рамках майских указов в 2018 году были поставлены ряд задач, в том числе национальные проекты. Один из национальных проектов – это безопасные качественные автомобильные дороги, и целями национальных проектов являются снижение смертности на дорогах, снижение мест концентрации дорожных транспортных происшествий. Но что касается снижения мест концентрации дорожных транспортных происшествий, то мы эту задачу, город Самара, я имею в виду, уже, можно сказать, выполнены, потому что 51 место концентрации ДТП было зафиксировано в 2017 году, по итогам 2020 года таких мест 24, то есть в два раза удалось, в принципе, сократить. На сегодняшний день, вот в 2021 году, мы уже имеем 8 мест концентрации дорожных транспортных происшествий, жизнь не стоит на месте, и с каждым днем где-то происходит дорожные транспортные происшествия. Как бы не старались, конечно, сократить аварийность, но с учетом того, что протяженность уличной дорожной сети составляет 3640 километров, рост темпов автомобилизации, он существенный, но, конечно, избежать полностью ДТП, наверное, не удастся, но стремиться к нулевой смертности, стремиться к снижению тяжести последствий и дорожных транспортных происшествий, конечно, это наша задача, и мы будем ее выполнять. Что касается мест концентрации ДТП, наверное, приведу ряд примеров. Сначала, наверное, расскажу о том, какие места концентрации ДТП удалось ликвидировать путем проведения именно инженерных мероприятий, связанных с обустройством, там, искусственными неровностями, светофорами и так далее. Первый такой яркий пример – это Южное шоссе, участок от моста через реку Самары до торгового центра Амбар, где разделительная полоса начинается и дальше в районе рынка Солнечный и до Кольца. То есть я беру участок, где не было разделительной полосы. Если брать статистику, то в 2019 году у нас на данном участке было зафиксировано 12 дорожных транспортных происшествий, в которых 4 человека погибло и 22 получили ранения. Недостаток там был дорожного эксплуатационного состояния – это колейность. В принципе, это явилось условием сопутствующим во многих ДТП, когда автомобиль просто терял управление, особенно при выпадении осадков в виде снега, либо дождя, допускался выезд на полосу речного движения и, соответственно, возникали аварийные ситуации, дорожные транспортные происшествия. Многочисленные, многочисленные пробки. Вот они с чем связаны на этом участке дорог? Ну, про пробки я могу сказать, что просто развивающееся направление Южное, где настроится Южный город и активно ведется застройка. Плюс ремонтные работы на Фрунденском столом переходе, второй этап, там сейчас ведутся соединительные работы, поэтому, естественно, интенсивность движения транспорта, она очень велика, несмотря на введение, опять же, эксплуатацию Фрунденского моста, немножко позволило разгрузить Южное шоссе, но, тем не менее, весь поток транспорта, который движется с стороны Южного направления по Южному мосту, приходит на перекресток улиц Аврора и промышленности, где достаточно интенсивное движение по обоим улицам, и с помощью тофорного регулирования осуществляется пропуск одного или другого направления, но надо же понимать, что у перекрестка существует пропускная способность, и как не стараться корректировать режим работы светофора, перекресток больше транспорта за единицу времени пропустить, чем он может, он все равно не сможет. В состоянии, да. Поэтому тут единственный выход, это, конечно, строительство новых мостов, дорог, в Южном направлении, развитие транспортной инфраструктуры в Южном направлении, но она сейчас, в принципе, ведется, поэтому и в этом году, наверное, все-таки полегче немножко на Южном шоссе, нежели предыдущие годы. Так вот, возвращаясь к аварийности, в 2020 году погибших, к счастью, не было на данном участке дороги, но дорожного транспортного происшествия, опять же, произошло 8, 9 человек в них пострадало. Принимаемые меры, как я уже говорил, да, это не панацея. Мы, конечно же, привлекли к ответственности, мы выдали предписание, его не исполнили, мы привлекли к ответственности за неисполнение предписания. Причина там, опять же, понятна, это финансирование, но мы вне политики, скажем так, и вне этих вопросов, поэтому меры нами были приняты, и администрация пообещала выполнить ремонт, который в текущем году был сделан, но дабы до проведения ремонта как-то стабилизировать аварийность, было предложено ввести ограничение скоростного режима до 40 км в час, в совокупности с установленными комплексами фото-видеофиксации, которые осуществляют в автоматическом режиме контроль скоростного режима, нам удалось добиться снижения скорости, была масса негатива от водителей. Ну, конечно, штрафы постоянно, когда приходят, то... Да, но вместе с тем, когда люди привыкли к ограничению скоростного режима, аварийность стабилизировалась, и у нас долгое время вообще была нулевая аварийность. И вот за 2021 год у нас только одно дорожное происшествие, где там легкий вред здоровью получил. Сейчас какая разрешенная скорость на Южном Маске? Сейчас ремонт дороги был проведен в полном объеме от запланированного, было заменено дорожное полотно и установлено разделяющее ограждение транспортное в разделительной полосе. В прошлом месяце было принято решение администрации об отмене ранее введенных ограничений, то есть сейчас скоростной режим, как и по правилам дорожного движения, для населенного пункта 60 км в час. То есть знаки соответствующие стоят? Знаки стояли, вводящие ограничения 40, они демонтированы. Хорошо, спрошу вас, наверное, все-таки какие изменения организации дорожного движения еще запланированы на 2021 год? Ну, то есть есть ли какие-то новости, с которыми вы пришли сегодня поделиться в этом направлении? Ну, да, в текущем году очень много было сделано и еще много предстоит сделать, несмотря на то, что строительный сезон уже практически заканчивается. Искусственных дорожных неровностей установлено было по 21 адресу. Искусственные неровности, в том числе, совмещенные с пешеходными переходами, еще по шести адресам мы ждем, когда их установят. Больше, наверное, вопрос возникает у автолюбителей, это с введением светофорного регулирования. Не могу сказать, что мы там сторонники или противники, но люди действительно обращают внимание, что невозможно ездить на каждом перекрестке светофор. Применение светофоров, во-первых, обусловлено ГОСТом, во-вторых, опять же, состоянием аварийности на том или ином перекрестке. Вот конкретно по светофорам в текущем году были установлены шесть светофоров, именно в рамках ликвидации мест концентрации ДТП. Это Московское шоссе 19-й километр, Пугачевский тракт, Долотный переулок, Нововокзальная, Солнечная, кстати, там были наездные пешеходов, и много от граждан обращений приходило, потому что многополосная дорога, действительно, перейти было сложно. Ввели светофорное регулирование, ну, это перекрестки Партизанско-Держинского, Партизанско-Аэродромная, Партизанско-Марис-Тореза. То, что уже установлено и введено светофорное регулирование. Еще по трем адресам мы ждем. В текущем году обещала администрация установить светофорный объект на пересечении Карла Маркса и Ташкентская. Много ДТП там тоже происходит, столкновений. Нововокзальная, Нагорная, будет там большой проект, там строятся подходы к пешеходным переходам, новые переходы будут оборудованы через Нововокзальную, будет установлен светофор новый, действительно сложный перекресток, и Вилоновска-Буянова. Также предусмотрена установка светофорного регулирования. Ну, и из глобальных мероприятий еще мы ждем все-таки окончания начатых в 2019 году мероприятий на перекрестке Зубчининского шоссе-Товарная. Там будет установлен также отбойник разделительный по оси проезжей части, и левый поворот в сторону улицы Литвиново будет осуществляться с использованием проезда под мостом. То есть такая двухуровневая развязка своеобразная получится, мы исключим конфликтную точку при левом повороте. Ну и ждем мы два мероприятия, это Нововокзальная Карла Маркса и Карла Маркса Советской Армии, где тоже необходимо строительство дополнительной проезжей части, чтобы и разгрузить перекресток, и снизить на нем аварийность. Вы в своих ответах очень часто упоминаете слово администрации, я так понимаю, что вы в крепкой связке работаете со представителями администрации нашего города, а насколько вы откликаетесь на просьбы жителей, каким образом можно с вами связаться, ну понятно, да, через соцсети, как еще и вот насколько быстро реагируете на отклики вот именно автолюбителей, потому что ведь каждый день приходится ездить по дорогам, особенно каким-то, да, вот таким участкам. Да, вы правильно заметили, мы сами являемся автолюбителями, ездим по дорогам, перелегаемся, видим эти проблемы, поступает масса обращений от граждан. Хотелось бы здесь немножко обратить внимание на то, что все-таки госавтоинспекция это надзорный орган, и все-таки мероприятия именно и по организации движения, и по устранению там недостатков непосредственному, я имею в виду физическому устранению, относятся к компетенции именно владельца дорог. То есть госавтоинспекция не устанавливает светофоры, не устроит искусственные неровности, вообще не занимается строительством. Мы контрольно-надзорный орган, то есть если мы видим нарушения, мы в них вмешиваемся, но и, конечно, мы вносим свои предложения по организации движения, таким образом к нам поступает масса обращений от граждан, если мы видим, что предложения обоснованы, и оно помимо, скажем так, увеличения пропускной способности позволит также и снизить безопасное движение, действительно много и очень хороших идей поступает от граждан, мы, соответственно, направляем эту информацию в администрацию, берем на заметку и предлагаем к реализации, то есть в последующие годы, вот так же в рамках мероприятий, о которых я останавливался. И могу остановиться на таком моменте, что много водителей не понимают, да, с чем связано то или иное введение ограничений. Могу остановиться на пересечении... Да, пожалуйста, приведите примеры. ...Ленина и Осипенко, перекресток, такое всех беспокоит. Дело в том, что там долгое время мы боремся с аварийностью, с 2017 года это является стойким прям местом концентрации ДТП ежегодно, то есть у нас это место концентрации ДТП. Мы меропринимаем, в следующем году опять место концентрации ДТП. И анализируя причины и условия, мы приходим к тому, что ДТП происходит... Ленинская Осипенко, вы сказали? Ленина Осипенко, да. Ленина Осипенко. Ленина Осипенко, да. То есть в первый год мы предложили, то есть в 2017 году, когда было... впервые там место концентрации ДТП было зафиксировано, мы предложили там обновить знаки, нанести разметку термопластичными материалами, чтобы было лучшее восприятие, скажем так. В 2018 году мы поняли, что это не помогло. Не работает. Не работает, да. Были и наезды на пешеходов, и столкновения. Мы предложили установить на светофоре дополнительные секции для поворота налево, чтобы обеспечить возможность водителям не рисковать, не на желтый сигнал светофора, в момент переключения фазы заканчивать маневр левого поворота, а дать им время, после включения запрещающего сигнала по основной проезжей части, то есть по основной улице Ленина, выделены левые повороты. Тоже не помогло. И вот мы вынуждены были предложить администрации такую меру, как выделить левые повороты в отдельную фазу регулирования, то есть когда зеленый включен сигнал светофора по проспекту Ленина, левые повороты запрещены, то есть водители, ожидающие повороты налево, они стоят в крайней левой полосе и ждут разрешающего сигнала. И когда включается запрещающий уже по проспекту Ленина, включаются в противоход друг к другу две левые стрелки, и, соответственно, левый поворот осуществляется бесконфликтно, безопасно. Но, естественно, возникли затруднения в движении, масса негативных вопросов. Верните, как раньше. Раньше все ездили, было хорошо. Но есть принцип, один из принципов организации дорожного движения, установленных федеральным законом, это приоритет безопасности дорожного движения над потерей времени. Первую очередь, да. Да, это я к тому, что каждое мероприятие обдумывается, бездумно никаких решений не принимается, и так же и мы ездим по дорогам. И просто так светофор нигде не появляется, и стрелки не сгораются. Да, поэтому хотелось бы понимание от автолюбителей, потому что действительно для обывателя, кто не владеет статистикой аварийности и не понимает, зачем это сделано, ну, вроде кажется, нелогично. Раньше я проезжал хорошо, а сейчас я стою в пробке. Но, опять же, я говорю, мы стремимся к снижению, мест концентрации ДТП к снижению смертности и иными средствами, кроме как введением где-то каких-то ограничений, запретов, этого добиться просто иногда невозможно. Да, иногда лучше, да, постоять 5-10 минут в пробке, чем рисковать человеческой жизнью. Хочу спросить вас все-таки, с чем связаны в первую очередь именно смертельные ДТП в Самаре? Сложно ответить на этот вопрос, потому что причины, они разные. Вот на сегодняшний день у нас уже 22 человека погибло в ДТП за текущий год. Анализируя, безусловно, каждое ДТП анализируется, как оно возникло в связи с чем происходит. И трезвые водители, молодые водители, опять же, дорожная ситуация. Ну, ведь множество факторов, и каждое ДТП, я знаю, проводится расследование, разбирается. Ну, вот какие основные все-таки причины? Действительно, все, что вы назвали, это все факторы. И молодые водители попадают в дорожные транспортные происшествия, но и, скажем так, и немолодые попадают. И по вине водителей, и по вине пешеходов. И процент разный. Но сказать прям однозначно, что вот смерть в дорожных транспортных происшествиях является причиной... Именно поэтому, да, довольно-таки сложно. Конечно, основная, наверное, смертность все-таки идет у нас в результате наездов на пешеходов. Вот. Потом, наверное, на втором месте это столкновение, на третьем это наезды на препятствия. Ну, пешеходы переходят улицу как в установленных местах, так и, к сожалению, в неустановленных местах для перехода. Поэтому причины, говорю, разнообразные. И в любом случае причина, причина, которая в каждом ДТП есть, это нарушение правил дорожного движения. Одним из участников дорожного движения. Без нарушения правил дорожного движения невозможно... Дорожное происшествие не произойдет, да. Поэтому... И, к сожалению, есть человеческий фактор. Вот, как я приводил пример, да, с пересечением Ленина-Осипенко. Мы что сделали? Мы просто убрали человеческий фактор. То есть, если раньше водители при повороте налево основывались на своих убеждениях, то есть оценивали, успеют, не успеют, проскочу, не проскочу, видим, что не могут они сами оценить именно на этом перекрестке свои возможности. Поэтому мы исключили человеческий фактор. Мы выделили левый поворот в отдельную фазу регулирования, то есть, когда идет левый поворот, другие направления стоят, и, соответственно, в принципе, наверное, невозможно возникновение дорожного транспорта в происшествии вот именно по причине непредоставления преимущества транспорта движущегося со встречного направления. Приходится исключать человеческий фактор. Ну, а как по-другому? Ну что же, спасибо вам большое, Александр Игоревич. Наша беседа подошла к концу. Спасибо за ваши конструктивные ответы, за советы, которые вы сегодня дали нашему уважаемому телезрителю. Но от тебя хочу добавить. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, выполняйте правила дорожного движения, оценивайте реальную ситуацию и свои возможности, как автолюбители на дороге, и тогда в эту печальную статистику именно вы не попадете. Всего хорошего. До свидания. До свидания.